Каждый ребенок художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Сомнением Пабло Пикассо всецело согласны руководители и основатели мастерской «Артдом» супруги Мария и Данил Даниловские. Главная задача для них – не мешать раскрытию творческого потенциала ребенка. В этом можно убедиться, посмотрев выставку преподавателей и учеников мастерской в Раменском историко-художественном музее. Мы очень трепетно относимся к детским идеям, к детскому самовыражению, помогаем детям сохранить индивидуальное мышление, индивидуальное видение. Мы работаем по системе художественной мастерской, то есть у нас занимаются дети разных возрастов от 4 лет. У нас занимаются взрослые по разным программам, есть что-то для совсем начинающих, но для людей, которым нужно только начать и раскрепоститься в рисовании, которые стесняются рисовать, очень много людей к нам приходит. Дети приходят с разным уровнем подготовки, некоторые приходят из школы, и здесь есть некоторые проблемы, потому что там групповой подход в школе к образованию, и дети приходят с таким немножко зашоренным взглядом на привычные вещи. Все рисуют солнце одинаково, все рисуют небо одинаково. Вот моя задача как-то раскрыть детей, рассказать им о том, что мир разнообразен. На выставке мастерской представлены работы детей от 5 лет, а также учеников старшего возраста. При помощи акварели, гуаши, туши и пастели дети отражают свое восприятие окружающего их мира. Здесь можно увидеть такое обширное разнообразие персонажей. Пушкин у лукоморья, восточная пара, компьютерная игра, подводный мир и животные с музыкальными способностями. Я даю детям иногда такие темы, как дом всех животных, всех зверей. И дети рисуют у меня дом, где живут медведи, лисы, зайцы, мыши, лягушки. Но в данном случае тема такова была. Музыкальный ансамбль, который состоит из разных пород собак. Это позволяет ребенку посмотреть на породы собак, изучить их, посмотреть, чем они отличаются. И придумать образы для своих персонажей. Очень важно, чтобы дети попробовали как можно больше разных материалов. Чтобы они познакомились, попробовали, пощупывали, попачкались во всем этом. Где-то лет с 10-12 у нас начинаются с детьми более серьезные занятия по академическому рисунку. Мы начинаем ставить им серьезные натюрморты и ставить руку. И ребята уже постарше, они уже делают сложные вещи, сложные натюрморты. И делают иллюстрации на литературные темы. Делаем обязательно с ребятами раскадровки, такие небольшие комиксы. В каждой картине чувствуется отношение автора. Воспитанники художественной мастерской отражают мир сквозь призму собственного восприятия. Здесь даже привычные для нашего региона кжель сияет как-то по-особенному. Пробуют себя юные художники и в разных жанрах. Это работа с Севастьяной Анастасией, девушке 16 лет. Она готовится к поступлению в колледж в ГИКе. Там на экзамене ее ждет вот такое задание, раскадровка. В данном случае мы взяли басню Крылова, «Лебедь, рак и щука». И попробовали рассказать эту историю за 9 кадров. И поэтому нужно было придумывать какие-то интересные комбинационные ходы, чтобы зрителю было интересно эту историю все пронаблюдать. И что мне понравилось в этой студии и в педагогах, что они нацеливают ребенка на свой лад, на свое творчество, на свою эмоцию. Поэтому здесь в каждом рисунке мы ощущаем творчество ребенка. Даже смотрю вот иногда, думаешь, где же такие цвета-то нашли маленькие дети. Потому что это яркие, не каждый художник умеет пользоваться цветом, палитрой той, которая предоставлена художнику, вот в стандартных красках. Здесь просто буйство какой-то красок. Достаточно посмотреть на все работы выставки, чтобы увидеть рост художественного мастерства с возрастом. Чтобы понять заданный руководителями мастерской «Вектор», нужно посмотреть на их работы. Кстати, они тоже представлены в экспозиции. Картина Данила Даниловского, моего супруга, называется «Весенняя картина Владимирской небольшой улочки». Она была на выставке в Санкт-Петербурге. Данил принимал участие во всероссийском конкурсе питерского молодых художников и получил там гран-при. Написана она в технике масляной живописи, очень густо, пастозно, многими слоями. Очень долго он ее писал, страдал. Вот это одна из картин, представленных на этой выставке его авторства. Эмоции и краски. Посмотреть на мир глазами детей и преподавателей мастерской «Арт-дом» можно в Раменском историко-художественном музее до 10 июня. Марина Миткевич и Сергей Григорьев для программы «Городские вести».